Если человек разочаровался в людях, в своей семье, в своей работе, в своем положении в обществе, то он тоже подписал себе смертный приговор. Ну то есть разочарованность это признак лени души. Потому что если ты одинокий человек, или у тебя плохая работа, или у тебя плохие отношения с людьми, или у тебя низкое положение в обществе, все это означает только одно, только одно, поверьте мне, ты просто не любишь людей. Есть разные виды любви, они родают разные плоды. Например, я видел много девушек, которые просто обожают заботиться обо всем. Просто обожают, они вот хотят что-то сделать для кого-то постоянно. У них, ну как бы, они не хотят по-другому как-то жить. И ни разу не видел, чтобы такая девушка была не замужем. Ни разу не видел. Я видел много девушек, которые постоянно думают о том, какая я одинокая, какая я несчастная, и как сильно я хочу замужем. И ни разу не видел, чтобы эти девушки были замужем. Почему? Потому что это закон. Если девушка накопила в себе эту женскую силу заботы и любви к другим людям, она никогда не сможет быть одинокой, даже если захочет. А если девушка не хочет на всех заботиться, просто думает о своем личном счастье, мечтает постоянно, то она никогда не выйдет замуж, даже если сильно захочет. Потому что она никому такая не нужна. Если человек постоянно гнусит на работе, всем недоволен, капризничает постоянно, и сильно много хочет денег, он никогда не будет иметь ни положения в обществе, ни денег, ни хорошую работу. Если человек гнусит на работе, но очень уважает своих начальников, он никогда не сможет нормально работать, но будет иметь хорошее положение в обществе. Если человек любит свой труд и не уважает начальников, то он будет иметь хорошую работу, но низкооплачиваемую. У него будет нравиться его работа, но он не будет иметь нормальную зарплату. И так далее. Понимаете, есть разные виды силы. Если у человека какой-то силы не хватает, он, значит, будет так жить. Потому что воистину человеку все возможности в жизни дает только его бескорыстие. Куда вы ее направите, там будет счастье. Но особый разговор о личной жизни. Там так сильно проявлено наше желание быть счастливыми, так сильно проявлена корысть, что человеку очень трудно вообще в принципе понять, что происходит. Когда мужчина очень сильно хочет наслаждаться женщиной, он никогда не сможет понять ее характер, ее природу, и как с ней правильно себя вести. Потому что он в ней видит только свое наслаждение. Он видит ее тело, видит то, от чего он балдеет, но человека он не может увидеть. Если женщина очень сильно хочет от мужчины защиты, устойчивости, денег и его мужской силы, то она никогда не увидит в нем человека. Она никогда не поймет, что это за человек, и как надо с ним вести себя, чтобы он был счастливым. Так сильно мы страдаем от личной жизни только по той причине, что мы очень сильно хотим счастья в личной жизни. И даже не понимаем, как служить близкому человеку. Допустим, девушка говорит, да я и так ему готовлю, да я и так стираю, убираю. Почему он меня не любит? Потому что ты это все делаешь. Не бескорыстно. Допустим, приготовила, садишься и ждешь, когда он тебя похвалит. А это означает, что ты обесценила то, что ты сделала. Потому что если ты просто будешь думать о Боге, для Бога приготовишь, ему отдашь, у него в сердце боится благодарность, потому что благодарность не от человека приходит. Не от человека. Вы ждете от человека благодарности, а у нас ее просто нет. Благодарность приходит только от Бога. Я сегодня почувствовал благодарность вот к женщине, которая организует эти лекции. Я почувствовал, какой она удивительный, бескорыстный человек. И это не то, что я это понял. Это Господь мне показал из моего сердца. Он мне показал. Смотри, какой удивительный человек. Понимаете? Мы не можем сами ничего понять в этом мире. Все, что происходит в нашей жизни, это наши отношения с Богом. Если вы хотите тайну тайны знать и нашу глубокую тупость в отношениях с Ним, то я вам сейчас открою это очень просто. Вот смотрите, вы когда пищу глотаете внутрь, вы можете почувствовать ее вкус и понять, нравится вам это или нет. Но когда вы ее проглотили, вы уже не знаете, что там происходит. А там происходят миллионы разных синтетических процессов. Они все синхронизированы. Все очень сильно налажено в организме. И только ваша собственная глупость, ваша судьба, то, что вы делали прошлого, в прошлом плохого, заставляет Бога нарушить какие-то функции. Понимаете? И мы искренне верим, что это все происходит автоматически. Само по себе так вот происходит. Да где вы видели в этом мире хоть что-то автоматическое? Вот машину отпустить, она обязательно куда-то врежется. Ничего в этом мире само по себе не синтезируется, не происходит. Это все происходит по воле какого-то интеллекта. Но у нас глубочайшая система. Один ученый изучал клетку, он был так поражен, академик, и он написал, легче Боинг собрать из... Ну, легче Боинг сам синтезируется из груды металлолома, сам вот возникнет Боинг, вот металлолом лежит, и раз Боинг появился. Чем в результате эволюции из белков возникнет это чудо, которое мы называем клеткой? Я уж не говорю про весь человеческий организм, который не просто есть процессы синтезированные, ну, процессы разные, а еще есть и понимание себя как личности и все прочее. Представляете, какое это чудо? И мы не понимаем этого. Что Бог управляет всеми процессами в нашем организме. И когда мы радуемся, это Его энергия, Он нам дает силы радоваться. И когда мы печалимся, это тоже Его энергия. Когда мы находимся близкого человека, на самом деле, это нам находит его, и он связывает наш нитью. Вот, допустим, я хочу бросить близкого человека, а не могу бросить. Кто держит? Я говорю, ты чем меня держишь рядом с тобой? А она как бы не в курсах, она не умеет держать человека, у нее нет такой силы. Или женщина говорит, она околдовала его. Зачем приписывать человеку столько силы? Человек не может никого околдовать особо. Но женщина наделена такой силой, от природы просто. Вы сами, когда вам было 22 года, вот женщина в очках, которая меня спрашивает, когда вам было 22 года, вы так мужика одного околдовали, что он просто с ума по вам сходил. Не знаю, помните вы это или нет? Помните, вспомнила. И че, че, какими чарами колдовскими, какими методиками вы пользовались? Да никакими, просто вы были красивой девушкой, и поэтому он с ума по вас сходил, и все. Вот и вся методика, понимаете? Методика очень простая. Вот. Но люди не понимают, что Бог это все, Бог подарил женщине красоту, Бог подарил женщине возможность быть сильной, вот в отношениях, верной. Мы приписываем друг другу это все. Допустим, мать, когда рождается, она видит чистоту в своем ребенке. Такого, такого чуда природы. Мать видит душу, хотя душу видит только святой человек может вообще. Мать, когда ребенок рождается, она в этом маленьком ребенке видит душу, и чистоту видит, бесконечную чистоту, и поэтому она всю жизнь любит этого человека. Ну, представьте, святые люди, в каждом видят душу, и каждого так любят, как мать своего ребенка. так в этом и есть смысл жизни, понимаете, надо вот этого искать. Надо искать то, что сделать, такое счастье большое принесет жизни, как, ну, видение, вот, глазами святых людей. Вот это и есть самое, как бы, главное, что человек должен к чему стремиться, все остальное, оно приложится, понимаете, потому что есть высшие цели жизни, а есть второстепенные, и мы выбираем второстепенные, думаем, как мы, почему мы не развиваемся. Веда, говорится, тот, кто от реки протянул, как бы, снабжение водой, он сможет все свои нужные обеспечить, и поле полить свое, и все, все, но если у него колодец, он не сможет, вода кончится.